Глава 10. Сатана постепенно изменяет четвертую заповедь. Значит, все, что молодой служитель говорил в то субботнее утро, было правдой. Маленький рок из седьмой главы Даниила и зверь, подобный барсу из тринадцатой главы Откровения, символизировали римское папство, которое возмечтало изменить праздничные времена и закон. С помощью своего земного агента, Папы Римского, сатане удалось изменить время, в которое мы должны поклоняться нашему Творцу, перенеся поклонение с седьмого дня недели на первый. И вследствие этого немало христиан, большей частью по незнанию, стали соблюдать заповеди человеческие. «Разве Христос не предупреждал нас, но тщетно чтут Меня, уча учениям и заповедям человеческим» Евангелие Матвея, 15 глава и 9 стих. Друзья, в своих попытках занять Божий трон и сесть на краю севера, сатана отменил праздничные времена, изменив день, в который на основании Библии мы должны поклоняться своему Творцу. Посредством этого очевидного изменения сотворенное существо, сатана, через своих земных представителей притязает на власть Творца. Миллионы и миллионы людей по всему миру неосознанно воздают честь Отцу всякой лжи, следуя Его по велению поклоняться Богу в первый день недели, в воскресенье, достопочтимый день Солнца. Устранив Библию, разоблачавшую заблуждение и обман, сатана получил возможность осуществлять свои замыслы. Пророчество свидетельствовало, что папство возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Книга Даниила, 7 глава, 25 стих. И папство незамедлительно предприняло такую попытку. Для того, чтобы облегчить в какой-то степени обращение язычников в христианство и чем-то восполнить их прежний ритуал идолослужения. В христианское богослужение постепенно было введено поклонение иконам и святым мощам. И в конце концов Вселенский Савор узаконил эту форму идолопоклонства. В довершение этого богохульного дела Рим дерзнул изъять из закона Божьего вторую заповедь, запрещающую поклонение иным богам, и разделил десятую заповедь на две, чтобы сохранить изначальное число. Дух соглашательства с язычеством открыл путь к дальнейшему пренебрежению властью неба. Сатана, действуя через необращенных глав церкви, исказил и четвертую заповедь, пытаясь устранить древнюю субботу, день, освященный и благословенный Богом. Смотрите книгу Бытие, 2 глава, 2 и 3 стихи. В начале эта попытка была тщательно замаскирована. В течение первых столетий истинная суббота соблюдалась всеми христианами, ревностно почитая Бога и веря в непреложность Его закона. Они тщательно оберегали святость Его предписаний. С величайшей осторожностью и хитростью сатана продолжал добиваться своего через своих представителей на земле. Для того, чтобы привлечь внимание народа к воскресенью, этот день был объявлен праздничным в честь воскресения Христа. И хотя в этот день совершались богослужения и его считали днем отдыха, все же суббота продолжала свято соблюдаться. Чтобы приготовить путь для своих действий, сатана побудил иудеев перед пришествием Христа окружить субботу самыми строгими требованиями, чтобы превратить ее в непосильное бремя для народа. Теперь же, спекулируя на ложном понимании субботы, которое он сам же внушил, сатана заставил людей презрительно называть ее иудейским постановлением. В то время как христиане продолжали праздновать воскресенье как радостный, счастливый праздник, он побудил их с целью продемонстрировать ненависть к иудеям, сделать субботу днем поста, скорби и печали. В начале IV столетия император Константин установил своим указом всеобщее соблюдение воскресного дня во всей Римской империи. День Солнца, почитавшийся язычниками, в то же время стал праздноваться и христианами. Политика императора была направлена на то, чтобы соединить противоречивые интересы христианства и язычества. К этому его побуждало духовенство, которое, стремясь к славе и власти, понимало, что почитание одного и того же дня язычниками и христианами поможет язычникам формально принять христианство, что в свою очередь будет способствовать усилению могущества церкви. Но хотя богобоязненные христиане со временем стали считать воскресенье в известной степени святым днем, они по-прежнему продолжали соблюдать истинную субботу как святой день Господень и чтили ее согласно IV заповеди. Но великий обманщик на этом не остановился. Он решил собрать весь христианский мир под свое сатанинское знамя и осуществлять власть через верного своего сообщника, гордого Папу, объявившего себя наместником Христа. И с помощью полуобращенных язычников, высокомерных прилатов и епископов, любящих мир, он достиг своей цели. Время от времени собирались вселенские соборы, на которые съезжалось высшее духовенство со всех стран мира. Почти на каждом соборе значение субботы, установленной Богом, все более принижалось, тогда как воскресный день все более возвышался. В конце концов, к языческому празднику стали относиться как к божественному предписанию, а библейская суббота была объявлена пережитком иудаизма, и соблюдающие ее подлежали осуждению и проклятию. Великому отступнику удалось возвыситься над всем, называемым Богом и святынею. Второе послание фессалоникийцам, 2 глава и 4 стих. Он осмелился изменить единственную в своем роде заповедь божественного закона, которая безошибочно указывала всем людям на истинного живого Бога. В четвертой заповеди Господь открывается как Творец неба и земли. Этим Он и отличается от всех других ложных богов. Суббота является памятником творческих трудов и свидетельствует о том, что седьмой день был освящен как день покоя для человека. Он установлен для того, чтобы постоянно напоминать людям о живом Боге, источнике бытия и объекте почитания и поклонения. Сатана стремится к тому, чтобы люди нарушали верность Господу и не соблюдали Его закон, поэтому Он и сосредотачивает усилия именно на этой заповеди, говорящей о Боге как о Творце. В настоящее время протестанты утверждают, что воскресение Христа в воскресенье и превратило этот день в христианскую субботу. Но Священное Писание не дает для этого никакого основания. Ни Христос, ни апостолы ничем не выделили воскресенье. Празднование воскресенья христианами исходит из тайны беззакония. Читайте об этом во 2-м послании фессалоникийцам, 2-я глава и 7-м стихе, которая начала проявляться еще во дни апостола Павла. Когда и где Господь установил это детище папства? Какими разумными доводами можно оправдать изменения, не освященные Словом Божьим? Это была цитата из книги «Великая борьба», страница 51 по 54. О чем в действительности говорит 4-я заповедь? «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Не делай воны никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Признает ли католическая церковь, что в Библии отсутствует повеление к освящению воскресения? «Вы можете прочитать Библию от книги «Бытие» до книги «Откровение», но не найдете ни одной строчки, призывающей к освящению в воскресенье. Писание предписывает религиозное соблюдение субботы, дня, который мы никогда не святим». Это цитата из католического источника. Понятнее ли вам теперь утверждение книги «Откровение» 12 главы и 17 стиха? «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, соблюдающими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». 12 стих добавляет «здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». А книга «Откровение» 22 глава и 14 стих подытоживает «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами». Апостол Иоанн, находясь под вдохновением Духа Святого, также написал следующие слова «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди?» Кто говорит «Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». 1 Иоанна 2 глава 3-4 стихи И, конечно же, сам Христос говорил «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, как Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Евангелие Иоанна 14 глава 15 стих, а также 15 глава 10 стих